Всем привет, дорогие друзья! С вами Никита. И сейчас я хотел бы поговорить, пожалуй, об одном из самых интересующих всех вопросах. Это разгоне смартфона или планшета на андроиде. Во-первых, вы всё делаете на свой страх и риск. И если вы что-то накрутите не так, вы можете своё устройство просто кирпичить. И если на FOPDA не будет инструкции, как восстановить устройство, то вы уже ничего не сделаете и даже не сдадите в сервис, потому что вы поставили рут, а это слетает гарантия. В общем, просто потеряете устройство, скажем так. Поэтому прежде чем связываться с тем, что я вам сейчас покажу, убедитесь в том, что на FOPDA есть инструкции по восстановлению или обязательно делайте бэкап, чтобы всегда можно было откатиться и вернуть к первозданному виду ваше устройство. Я установил несколько приложений на свой планшет и я просто объясню и покажу, как это делать. Но именно разгонять я не буду, потому что, ну, не знаю, я этим занимался, наверное, полгода назад очень серьёзно. Мне это уже изрядно поднадоело. И у меня сейчас стоит обычный цианоген на стоковом ядре, без разгона, без ничего. Да и, в принципе, планшет уже старый. Я уже боюсь с ним что-то такое делать, потому что он просто крякнет и будет не над чем записывать видео. Но ещё раз повторяюсь, вы делаете всё на свой страх и риск. И если же вы всё-таки такой же любопытный, как я, и хотите попробовать, что из этого выйдет, поехали! Самый популярный и самый простой способ для настройки ядра, точнее, для настройки процессора, это CPU-тюнер. Здесь просто нереально что-то накрутить и испортить своё устройство. Единственное, что нужно знать, поддерживает ли ваше устройство ту или иную частоту процессора. Во-первых, в основном, это приложение используют для того, чтобы понизить частоту. То есть, например, в режиме ожидания, чтобы частота была 300 МГц, что очень экономит электроэнергию, энергию аккумулятора. И в Deep Sleep ваше устройство не будет сильно разряжаться, потому что в некоторых устройствах оно очень сильно завышено, доходит до 600 МГц, как, например, в Asus 176CX было на Intel, а 650 МГц в режиме ожидания, это просто кошмар. И ещё и разряжается просто вообще жутко быстро. Вот такие вот приложения как раз для этого и предназначены, но, как всегда, оверлокеры любят поиздеваться над устройствами и с помощью этих приложений стали разгонять устройства. Свой планшет я разгонял до 2 ядра, было по 1475 МГц. Почему-то ядро поддерживало 1500, то есть 1,5 ГГц, но когда я выставлял такое значение, у меня планшет просто тупо уходил в бесконечную перезагрузку. Я не знаю, почему он мне не давал это сделать, но именно максимальная частота была 1475, и при этом прилично он грелся, гораздо сильнее, чем обычно, ну и выдавал гораздо больше производительность. То есть это по-настоящему был разгон полноценный, но при этом стоит учесть, что очень сильно, скажем так, насилуется железо, и вы с таким самым способом сокращаете время жизни, время службы вашего устройства. В общем, на главной странице сразу всё видно, то есть вот здесь вот частота снизу, которую вы настраиваете минимум-максимум, но у меня стоит цианоген 11, тут в принципе сразу всё в порядке. Минимальная частота такая, какая она должна быть, 300 МГц, и планшет в режиме ожидания абсолютно не разряжается. Максимальная частота 1008 МГц, это вот официальная стоковая частота, и именно чтобы разогнать, во-первых, чтобы разогнать ваше устройство, вам нужно будет найти ваше устройство на ФОПУДА, тему в разделе прошивки, найти именно ядро для вашего устройства, которое позволит вам разгонять ваше устройство. То есть на официальной прошивке, на официальном ядре это сделать невозможно, потому что, ну, производители это запрещают фактически, а причины тому я буквально 30 секунд назад объяснил. Поэтому, когда вы установите сюда кастомное ядро, которое позволяет вам разгонять устройство, вот эта вот шкала будет немножко другой. И именно вот здесь вот, где у меня стоит 1008 МГц, и вот она стоит якобы максимально, она будет не максимальная, и здесь можно будет просто выкрутить до конца, или столько, сколько вы хотите. Именно таким способом, это вот первое приложение, с помощью которого я попробовал разогнать свой планшет, потому что оно максимально простое, максимально понятное, и здесь, в принципе, натворить делов почти невозможно. Здесь есть всевозможные профили на максимальное сохранение аккумулятора, просто сохранение аккумулятора, то есть баланс, это нормально, и полная скорость, это, скажем так, экстрим. И, в принципе, это всё сохраняется, это всё работает в автоматическом режиме, если вас что-то устраивает, то так и оставляйте, если что-то не устраивает, то сразу перенастраивайте и оставляйте так. Очень много пользователей Android, в принципе, пользуются этим, скажем так, приложением, потому что оно действительно полезно, и здесь, в принципе, то, что надо, всё можно настроить, логи, статистика, это показывает время работы частоты, на какой частоте работает процессор, вот на данный момент 600 МГц, ну и, в принципе, всё, на этом заканчивается весь эксперимент, вот и весь разгон, то есть ваша задача найти ядро кастомное, которое позволяет разгонять процессор и повышать частоту вашего устройства, и установить CPU-тюнер, ссылка будет в описании под видео, обязательно, на FOPDA, и там же будут подробные инструкции, что означают триггеры, как лучше всё перенастраивать, как лучше делать, но, в принципе, я ничего больше не шаманил и с бубном не прыгал, именно только вот эту шкалу выкручивал и ставил вот здесь, вот это полную скорость, и всё, то есть без всяких ограничений, без всяких экономий энергии, всё работало на полную мощность. Ну, в принципе, надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным, ставьте лайки, пишите комментарии, есть ещё парочка приложений у меня, установленных на планшете, о которых я хочу вам рассказать, с помощью которых можно настраивать ядро и баловаться, издеваться над своим устройством, поэтому подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на меня в Твиттере, в Инстаграме, задавайте вопросы в Аск, заходите на мой сайт, там будут именно полные подробные обзоры, вообще всего и игр, и разгона, и вообще всё, что меня интересует, я обязательно буду делиться с вами, и в текстовом виде буду всё разжёвывать подробно, потому что там есть такая возможность. Ну, всё, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok